Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами видео покупочки в магазине Галамарт. Ура, ура, втуле открылся Галамарт! Такой большой пакетик у меня. И сейчас в хаотичном порядке будем с вами все разбирать. Невероятно крутецкая форма для выпекания за 199 рублей. По-моему, девчонки, я вам буду лучше цены все указывать вот здесь, бегущей строкой, скажем так. Так, форма, противень с решеткой, размеры 37,5 на 25,5 на 5. Она большая, она классная. И я не из-за того взяла, что она вот такая большая и классная, на самом деле вот из-за этой решетки. Для тех, кто на ПП бывает периодически так же, как и я, это очень классная штука. Пошуршу немножко. Вот как это выглядит. Так, вот эта штука у нас, кстати, приклеена, наклей, ничего себе. Ну-ка, отлепляйся. Отлепилась, слава богу. Производитель у нас получается Ветта. Ветта, я не знаю, что это такое. Он, в принципе, средней толщины. Такой вот. Но фиг бы с ним, я не собираюсь на нем самом что-то запекать. Я, если даже в таких формах готовлю, я их выстилаю чем-нибудь, чтобы потом не скрябать по ней, не очищать и так далее. В общем, мы эту решетку ставим сверху вот так. И у нас получается что-то типа гриля. Смотрите. Делаем ли мы мяско, весь жир стекает вниз. Готовим ли мы овощи в духовке на этой решеточке. В общем, рыбку. Все, что вашей душе угодно. И вся гадость, весь жир будет стекать вниз. И обязательно, конечно, буду сюда что-то стелить, чтобы потом все, что пригорело, не нужно было очищать. И, в общем, готовить на этой решеточке. Мне понравилась жутко эта идея. За такую цену, такую вещь взять, вообще это просто cool. Дальше. Вот такой вот совок. Обычный, тоненький, классический совок. Кстати, смотрите, производитель опять Vetta. Я так понимаю, в Галамарте много вещей от этого производителя. Удобный совочек. Был он даже щеткой, но она мне не нужна. Мой совок неплотно прилегает к полу. Этот плотно. Я его уже затестила прямо в магазине. То, что надо. Довольно. За такую цену вообще я просто в шоке. Дальше много всяких интересных штук для ребенка. Мы жутко любим фресочки песком. Вот так они выглядят. Это Мишка. Так, потом вот такая девчушечка. То есть, если вы еще не знаете, со своим ребеночком не пробовали, вы отлепляете вот этот белый слой, допустим, вот шляпку. Смотрите, какого она должна быть цвета. На картинке, образце, которого я здесь не вижу, кстати. Наверное, делать на свой вкус. Или, может быть, внутри есть. Нет, вроде нету. Наверное, на свой вкус. В общем, отлепляем кусочек шляпки. Берем песочек, отрезаем уголочек. Высыпаем этот песочек. Здесь липкий слой. После того, как мы это отклеили. Песочек. Распределяем его. Лишнее стряхиваем. Это лучше делать с ребеночком на столе. Иначе у вас все квартиры будут в песке. Нам жутко нравится. Это интересная затея. Развивает мелкую моторику. Здесь есть в комплекте еще зубочистка. Который, собственно говоря, вот это вот белое покрытие нужно поддевать и снимать. Здесь потом все будет цветное, красивое, здоровское. Как подарок подружке для маленького малыша. Или мальчика, или девочки. Вообще здорово. Так на какой-нибудь праздник. Пошли и вместе с основным подарком подарили творческую свою работу. Мне нравится, когда дети что-то делают руками. Еще одна штука для ребенка, которую мы тоже очень любим делать. Это аппликация из Эва, самоклеящаяся в рамке. Марка Хоббит. Это представлено в Галамарте. И у нас вот такие вот утяточки. Рыбки мы уже делали. И те, и другие. Вот я взяла утяток. Это здорово. Здесь как бы детальки, которые отклеиваете. И в процессе работы получается вот такая вот объемная картина. Бюджетная цена. Ребенок занят. Скоро осень. Дожди. Может быть на улицу не так часто будем выходить. Вот поэтому запасаюсь. И из расходников. Цветная бумага у меня аж три штуки. Цветная бумажка обычная. Шесть листов здесь, правда, всего. Но и цена девчонки соответствующая. Девчонки и мальчишки. Да простят меня ребята, которые раз говорю девчонки. Она односторонняя. Обычная цветная бумажка. Ничего особенного. Шесть цветов. У меня здесь даже есть косметика из Галамарта. Мы ее оставим на потом. Взяла два перцовых лейкопластыря. Вообще эта вещь нравится у меня. Периодически болит спина. И поэтому решила взять, так как брала аптечный и помогает на самом деле здорово. Приклеил, пропотел немножечко и проходит спина. Копейки стоит. Лизуны и слаймы, кстати, в Галамарте были совсем не в бюджетной стоимости. В Фикси гораздо дешевле. И в других магазинах я взяла самый дешевый, который там был. Это игрушка Лизун в баночке. Вот так он выглядит. Мы сейчас с вами откроем и посмотрим. Я такие банки во многих магазинах видела. Она еще тут, смотрите, 55 упаковок. Открываем этот бочонок. Ой, фу, какая мерзость. Это вот слайм-слайм в полном его понимании. Ой, ужас. Но ребенок у меня любит. Пока она была в садике, мы с мужем ей решили накупить всяких гадостей. Ой, фу, не хочу. В общем, вот такой Лизун. На автомобильные всякие штуки были скидки в Галамарте. Мы купили трос, потому что в тот момент мы ездили на рыбалку, и они у нас рвались чуть ли не каждые выходные. Вот такой вот трос. Кому интересно, почитайте. Вот и стоимость, собственно говоря, на нем написана. Муж сказал, хороший. Вот такие вот железяки. Пусть будет. Розовые гламурные меланиновые губки в Галамарте стоят 9 рублей. Это марка Баба Яга. Там этой марке представлена разная на самом деле продукция. Вот так они выглядят. Если кто не пробовал еще их в действии, я объясню, зачем они нужны. Мы ими чистим все, что хотим, не применяя никаких чистящих средств. Плитку, сковородки, кастрюли, духовку, микроволновку, все, что вашей душе угодно. Одежду пуховики я ими чистила. Эта губка стирается. Когда вы ей что-то намочили, отжали и начали чистить. В процессе чистки она стирается, но идеально удаляет даже застарелые загрязнения, пятна и так далее. С пуховиков, разводы, на рукавах затертости, все она удаляет. Кто не пробовал никогда меланиновые губочки, я вам очень советую. Еще мы взяли вот такой пластилинчик. В садик нам в этом году, я думаю, пригодится. 12 цветов. И он довольно мягкий. Вы знаете, я его там открыла. Я его там открыла, потому что они даже были некоторые открытые. И он, в принципе, мягкий. То есть не камень, как, знаете, бывает. Похож на пластишку, на такие вот. Хороший пластилинчик, неплохой. Можно в Галамарте им затариться. Из раздела хостоваров я взяла вот такое хозяйственное жидкое мыло. Пригодится. Вы знаете, можно с ним как бы и стирать, и для чего угодно. Мыть голову, мыть полы, да все что угодно. Я искала здесь состав, состава здесь нет. Вот интересно. Значит, это реально просто чисто хозяйственное мыло. Жутко удобно, что оно именно жидкое. На самом деле я люблю его много где применять. Оно, кстати, с отдушкой. С парфюмерной какой-то. Оно не пахнет, как пахнет кусковое мыло. И мне интересно, почему здесь нет состава. Может быть, он под этикеткой, но она не отдирается. В общем, вопрос интересный на самом деле. Надеюсь, что он неплохой. Но нет здесь состава, реально. И сзади тоже нет никакой этикетки. Пакеты. Пакеты для замораживания. 30 штук, 3 литра, 20 на 30 сантиметров. Очень плотные пакетики. Марка, опять же, видите, это Баба Яга, прикольная. Покажу вам сейчас. Потому что мы последний раз фикси взяли, лоханулись. Они были маленькие и очень неплотные. Эти реально плотные. Плотные и размер самое то. Мыльные пузыри, фиксики. Дешевые сердито, как говорится. И всегда ребенку пригодится. Попробую впервые освежитель для полости рта. Для всей семьи. 12 часов. Лечебные трабы. 350 миллилитров. Ромашка календула. Вот так он выглядит. Сейчас с вами и затестим. Цена наибюджетнейшая. Пахнет, как фаберликовский зеленый. Прикольный. Мне кажется, там есть еще кора дуба. Потому что есть такой небольшой вяжущий эффект. Не сжет полости рта. Немножко есть вяжущий эффект. Такие прям травки-травки. Буду тестить. Пока нравится. С дочью мне заказывала обычные шарики. Я и купила сердечки. Цена наибюджетнейшая тоже. Здесь их сюрприз. Сколько их здесь штук? 10 штук. Вот. Это сердца. Цветные сердца. И это у нас капитан Бесельчак. Но цена вот этих штук для унитаза меня вообще, конечно, поразила. Как мне взять? Надо было брать прям 10 штук. Вот там были зеленые, желтый лимон и синенький океан. Давайте с вами хоть одну откроем и затестим вообще. Как это вонючко пахнет. Ой, ну классно. Океан прикольный. В принципе, классические такие штуковины-освежители на унитаз. Ничего сверху. Вот тебе и классические. Открылась и вывалилась. Липкая зараза. Что-то так и будешь вываливаться. Нет, держится. А то у меня руки, наверное, не оттуда растут. В общем, прикольно. За такую цену себе взял станки с плавающей головкой. Пять штук. С тройным лезвием. С тройным. Представляете? Это не хухрый-мухрый. Мне кажется, даже раз пять можно одним побриться будет. Салфеточки по супер цене с лимончиком в сумочку. Всегда пригодятся на улице. Особенно с ребенком. Это у нас марочка Эконом. Зубные щетки детские. Цена вообще. Такие же щетки есть в других магазинах. И даже в Фиксе. Я молчу там про другие марки. А цена. Это просто шок. Мягкая жесткость. Это то, что нужно для ребенка. Она на присосках. То есть ее можно прилипать даже к зеркалу. Вот так она держится. Я взяла две штуки. Потому что оставалось три. Мы ездили с подружкой. Вот третью забрала. Нормальные щетки. Смотрите. Все нормально. Щетинка. Они у нас летят просто на раз, два, три. Ребенок на самом деле очень любит чистить зубы. И она наяривает их прям от души. Любит, чтобы они были белые, сверкающие, без налета. Но это замечательно. Но щетки у нас летят чуть ли не каждую неделю новая. Ну и тут всякая мелочевочка пошла. Скуба для степлера строительного. Так. Это папа наш брал себе изоленту. Цены буду подписывать. Большая изолента. Для ванны что-то он у нас тут набрал. Смотрите. Пробочка такая. И душ. Насадка. Головка от душа. Вот сказала. Так. Вот. Крышечка для ванны. Потому что у нас без цепочки. Папа наш решил взять на цепочке. Хорошая крышечка. И вот такой вот душик. Тоже обычный, классический, стандартный. У нас папа почему-то любит их менять почаще. Один режим здесь. Но нам больше и не нужно. Я взяла себе вот такие вот блоки для записи с липким слоем. Потому что голова дырявая. Ничего не держится. Вообще серьезно. И приходится себе делать себе. Про других-то я молчу. Напоминания. Вешаю на зеркальце, на холодильник. Вот они мне всегда нужны. Обычно вот купишь такой блок. Все. Ребенок заиграл. Везде налепил. Нет у мамы блока. Этот буду прятать. Ну и дальше косметика. Я взяла себе карандаш. Автомат. Темно-коричневый. 0,3 грамма. Это у нас Юни Лук коллекция. Сколько же там было косметики. Это мрак. И матовые помады, и блески, и цены. Ну очень привлекательные. Палеточки теней. Туши. Много, кстати, косметики бюджетной на самом деле. Так, распечатала. Вот так выглядит этот Юни Лук. И вот так он выглядит сам. Толстеный. Блин, он прям почти черный. Я себе взяла делать стрелку. У меня коричневого нету. Сейчас сделаем сводч. Блин, он черный. Он практически черный, смотрите. Ну какой нафиг это коричневый. Да. Вот он так размазывается. Я не знаю, конечно, как он на глазах себя будет вести. Но это явно не коричневый цвет. Я не знаю, где здесь коричневый. Вы видите? Ладно, пусть будет черный. Пока будем тестить следующий продукт. Посмотрим, как он будет потом стираться вообще. Есть ли хоть стойкость какая-то у этого карандаша. Безумно хочу потестить. Это гель для фиксации бровей коричневый. Вот так он выглядит. Это Юни Лук тоже у нас. Сейчас посмотрим. Я прям свои бровки даже сотру. И мы попробуем с вами их накрасить вот этой приблудой. Так, стираю брови. Так здорово звучит. Стираю брови. Я все это время сидела с какой-то еще хреневой на лбу, которая отскочила, мне кажется, от блока для унитаза. Так, сейчас они чуть-чуть подсохнут. И будем с вами пробовать. Пока посмотрим, что это из себя представляет у нас. Смотрите, такая кисть. Я надеюсь, оно такое коричневое будет, а не черное. Ну, вроде да. Давайте вот тут проведу. Блин, ну темное, слушайте, для блондинок-то. Вот, вот эта мазня. Почти как карандаш, слушайте. Чуть посветлее. Капец сейчас чувствую, как накрашу. Ладно, давайте пробовать. Давайте пробовать. Что уж разговорить. Блин, уже куда-то мажу. Мимо. Вообще не вижу, что цвет есть, честно. Вот так, если кончиком проводить, то еще какая-то пигментация на бровках появляется. Не, ну ничего, слушайте, это в принципе не очень темный цвет. Нормально. Зафиксирует ли он их только в правильном положении? Потому что у меня брови жутко непослушные. Смотрите, ну нормально. Ничего себе так. Сейчас вторую накрасим. Тут уже продукта осталось мало. Не, неплохая штука. Вот сейчас подсохнет, интересно, насколько он их, правда, этот гель фиксирует. Или это просто так, тушь, баловство для бровей. Я давно хотела себе прикупить фиксирующий цветной гель, но это удобно на самом деле, если он хороший, качественный, к тому же. Нет, девочки, цвет светлый. Нормальный. Это так вот мажешь, когда так кажется. Конечно, для тех, у кого совсем светлые волосики, будет не очень. А у кого, как у меня, и потемнее, в принципе, нормально. Но вот видите, мазануло чуть выше, нужно подтирать. Потому что все-таки, наверное, сначала нужно контур пририсовывать, а потом уже мазюкать. Ну, это не проблема, подтереть. Не, нормальный гель, слушайте. Сейчас вот эту еще подкрашу. Мне нравится, неплохой. И, в принципе, концом можно контур прорисовывать. Нормально. И они фиксируются, я уже чувствую. Вот я их зачувствую, они уже как будто воском, что ли, покрыты. Фиксируются, да, фиксируются. Все, это зафиксировалось. Вот такой вот результат, девчонки. Не, довольно, штука классная. Цена бюджетная. Сейчас немножечко еще подправлю. Контур. Ну и все. Вот так выглядят бровьки. В принципе, нормально. Мне нравится. Естественно. Довольно. Продуктом однозначно буду пользоваться. Так, смотрим карандаш. Хрень, а не карандаш. Размажется моментально. А там ребенку рисовать. Такой карандашик нам не нужен. Вот такие, девчонки, покупочки в магазине Галамарт у меня были. Если в вашем магазине есть Галамарт, обязательно напишите, какие у вас там любимые продукты. Потому что в Туле у нас он открылся только в начале июня. И вот сейчас я в сентябре его посетила. Ассортимент классной акции классный. Там через несколько дней, кстати, в пятницу, ну в пятницу у меня, когда видео выйдет, не знаю. В общем, через несколько дней будет распродажа по одному рублю, по-моему, 5 и 10. Это вообще круто. И акция на сковородке. Принеси свою старую и возьми новую за полцены. Тоже супер акция. Обязательно поеду туда в эти числа и расскажу вам тогда, как все прошло. Кому видео понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайк. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.